Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Нези Легенды и у нас закончился турнир. То есть я забираю свой приз и смотрим. Да ребята, я все-таки остался, все гонит 3 звезды и я получаю, ну, практически колоссальный реворд для себя и для вас. Давайте смотреть. Так, нам выпадает 7700 сюрикенов, 35 ДНК на Бибопа Кролика, 90 золотых осколков и 45 платиновых, ну, это замечательно. Так, забегаем сразу же в задание, забираем реворд, открываем колоду, тоже потом заберем с вами реворд. За выполнение этого задания кто у нас там выпадает? Ага, Эйприл О'Нил, ну что же, я рад, я этому очень рад. Так, по заданиям, поднять уровень персонажа, ну, давайте посмотрим, кого мы... Ох, Ядрить Макарить, ребята! Да, я совсем забыл, что я нашел ДНК на Бибопа, то есть у нас сегодня получается просто сказочная серия. Так, ну что же, давайте, 5000 мутагенов у нас есть и мы будем с вами развивать вот этого Бибопа. Он получает у меня четвертую звезду и новую способность, называется она Прятки. Бибоп использует устройство для маскировки, улучшает уклонение на 50, ребята, 50%. Поднимает вероятность критического удара на 50% в течение двух ходов. Обалдеть, обалдеть, ребята, он и уклонение на 50%, и вероятность крит удара на 50%. То есть это имба, это по-другому не называть, ребят. И, конечно же, конечно же, что? Я не знаю, или уры? Нет, подождите, давайте посмотрим. У нас еще, ребята, есть Бибоп Кролик, который сегодня мы с вами тоже будем развивать. И он у нас получает третью бронзовую звезду. И также способность Сластена. Бибоп обжирается шоколадом и исцеляет союзников на 25% от максимума здоровья. Вероятность 25% снять негативные эффекты со всех союзников. Вот такие вот у нас, ребят, сегодня пироги. Неплохо мы с вами начали. И я еще могу поднять ему ранг? Так, погоди-ка, у нас хватает? У нас хватает, ребята, всего. Ё-п-р-с-э-те. Ну, я поздравляю тебя, Бибоп. У тебя сегодня просто день, день Сластеный. А как по-другому назвать? Ему просто фартануло. Он получил сегодня третью бронзовую звезду. И тут же сразу он получает три серебряных звезды, ребят. Обалдеть, это шикарно. Это круто. Причем мы с вами новый спецудар Сластеном можем прокачать и дальше. То есть до третьей ступени. Шикарно. Слушайте, ну вот так вот у нас, ребята, подрастают наши персонажи. Так, давайте-ка мы здесь обменяем с вами на 70 сюрикенов. И, по-моему, здесь пока все. Но по заданиям далеко не все. Поэтому, ребят, давайте пройдем серию испытаний. По-быстренькому, да? Начнем вот отсюда. Раз, так, раз, два. Ну, давай так вот сделаем. А потом мы уже с вами пойдем, ребят, на лигу. У нас неделя начинается с чего? Обязательно с лиги. Нам нужно как можно быстрее подняться в топ. И там удержаться как можно дольше. Я не буду, ребят, здесь ничего делать. Пускай все сделает у нас автобой. Не будем, как говорится, тратить наше время. Так, клан Футовса уронили. Зачем ты делаешь это, Крис? Можно было, в принципе, и без защиты здесь справиться. Ну, раз он сделал, значит, посчитал это нужным. Так, и переходим мы с вами к заключительной волне, где нас поджидает Бибоп и Рокстеди. Вертушка от Леонарда. Оу, ничего себе. Вот это, смотрите, ребят, как у меня они разобрались с этими Ахламонами. Просто в 3 секунды. Даже не поморщились. Так, что великолепно все. Зер гуд. Я ничего не могу сказать против. Ну, что же, мы с вами забираем Ревард. И будем сейчас, естественно, искать ДНК. ДНК у нас есть на кого поискать, поверьте уж мне. Ну, и я думаю, что вы тоже догадываетесь, на кого сейчас будет у нас с вами, так сказать, фарм. Задание. Забираем здесь Ревард. Поднять уровень персонажа. Ну, погоди-ка секундочку, а мы разве не поднимали? Так, давай-ка приценимся с тобой и кого... Вот я, ребят, хочу, честно говоря, бакс Ростокмана прокачать до, хотя бы до 70 уровня. 10, оу, 10 тысяч. Не получится, не получится в данный момент. Потом как-нибудь, чуть позже. Так, а шинегами сколько у нас? Ну-ка посмотрим. Вот, хотя бы сделаем так. Как говорится, кашу маслом не испортишь. И также шинегами не испортишь повышением одного уровня. Ну что же, а теперь идем с вами смело уже искать ДНК. ДНК мы будем искать с вами, скорее всего, на... Кирби и Хана, наверное, я так думаю, да? Скорее всего, да. Поэтому погнали. Ну, Кирби, не подведи. В прошлых сериях ты меня всегда подводил. Всегда как-то юлил между мной там... И игрой, и все время попадал не в тему. Ребята, 2 ДНК на данный момент. 3. Это уже неплохой результат. 4. Но это уже вообще хорошо, ребят. В общем, хорошо у нас получилось. Из 6 мы нашли с вами 4 ДНК на Кирби. Замечательно. Двигаемся с вами дальше. И у нас, по идее, идет Хан. Погоди-ка, а мы знаешь, что... Погоди-ка. Вот что нам еще нужно обменять. Мы же можем с вами пицелиться. У него 86. Мне кажется, выгоднее, наверное, все-таки его поискать. Потому что, ну, сами понимаете, 14 ДНК найти проще, чем 20. Так, уже 3 нашли. Смотри. Ой, уже 2, точнее. 2 ДНК на Пицелитцево. А вот и 3 ДНК. Ну-ка. Ай-яй-яй. Давай-давай. Ну, 4. Блин, ребят, 3 ДНК. Это плохой результат. Меня он не устраивает. Но ничего я с этим поделать, к сожалению, не могу. Ну, тогда давайте... Оу, к Север Монтес. Ну-ка, давай-ка мы попробуем тебя тоже немножечко найти. Одно ДНК нашли. И, по-моему, ребят, у нас там с вами заканчивается... Да. Абсолютно вся пицца закончилась под нуль, я бы так сказал. Ну, что же. Тем лучше для нас. А мы с вами забираем реварды. И отправляемся, конечно же, конечно же, на лигу. Так, вначале, наверное, мы заберем здесь весь мутаген. Сколько там нам нужно было? 10 тысяч, если я не ошибаюсь, да? Поэтому, я думаю, мы здесь, конечно, вряд ли набьем. Но, тем не менее, приблизимся. Приблизимся к нашей заветной сумме мутагена. Так, первая победа за нами. Ну, и, соответственно, все 4 последующих будут тоже за нами. Так, давайте. А знаете что, ребят? Мы, наверное, с вами, знаете, как сделаем? Просто вырежем вот этот момент. Мы начнем первый бой и закончим последним. Так будет, я думаю, оптимально. Ну, что же, дорогие мои друзья. Я вроде бы насобирал достаточное количество мутагена. Но еще не слишком. Нам нужно 10 тысяч. А у меня в данный момент 7 734. Ну, что же. А мы, наверное, будем все-таки с вами отправляться. Погоди-ка, погоди-ка. Мы же... А сколько у нас осталось, ребята, ДНК для того, чтобы, например, поднять еще один уровень нашему Бибопу. Сейчас посмотрим. Ага. Тут нужно уже 80. То есть не все так просто, как я думал. Ладно. Ладно. Ничего страшного. Мы с вами отправляемся на турнирную арену. Кстати, давайте посмотрим, что у нас за испытания будут на этой неделе. Это у нас Девчая Сила и Лига Лео. Также у нас будет Супер Шреддер. Это Эксперт. И Платиновая будет Союзники. Ну, что же. Я обязательно попробую пару ДНК выбить на Супер Шреддера. Хоть это и сложно, но надо пытаться как-то его собрать. Ну, и мы отправляемся на турнир. Да-да, ребят, на турнир. Сегодня вторник, поэтому не все будет так легко, как хотелось. Но, тем не менее, мы с вами не будем сдавать позиции врагам. И будем отбиваться, я надеюсь, достойно. И начнем, пожалуй, мы вот с этого хрюнделя. Да? У которого даже никнейма нет. У него просто знаки вопроса. То есть, ноу-нейм. Неизвестный. И, погоди-ка. Ну да, в принципе, я думаю, что должны справиться, несмотря на то, что здесь карайка 15 уровня, имеющая две серебряные звезды. Как мы знаем, здесь звездность очень много что решает. Но я надеюсь, надеюсь, мы все-таки здесь с вами справимся. И победим всех наших врагов. Так, бомбочка. Давай, наверное, мы... Нет, все-таки надо... Я даже не знаю. Ну, давай Стокмана. Фиг с ним. Раз по нему повышенный урон, я буду сейчас Леонарда. Ну, естественно, естественно. Вот он хиляет, он хиляет. Ну, а как же без этого? Так, тихонько. Блин, ребят, мне понизили защиту. О-оу. Тут у нас нет доктора, чтобы я мог подлечиться спокойно к себе и продолжить бой. Грубо говоря, я сейчас танцую на острие ножа. Ну-ка. Е-е-е. Карайка, по-моему, сейчас, ребята, дуплится. Йо-хоу. А что я могу сказать? Я на самом виновата. Нечего было нарваться. И Леонарда мы, наверное, все-таки с вами здесь ушатаем. Да. Парнишка отдыхает, а мы с вами переходим дальше. Интересно, мы с вами поднимемся дальше на войне. Две звезды получим или нет? Ну-ка. Ну, это понятно все дело. Ты мне покажи результат. Воин. Да, красавцы. Подожди. Нет, ребят, я что-то в душе зарадовался. На самом деле, почему-то Лига Воинов у меня еще до сих пор с одной звездой. Странно. Ну, я вам говорю, ребят, сегодня вторник. Если бы мы начинали бы с понедельника с вами играть, то, конечно, мы с вами поднимались бы в Поднебесную очень и очень быстро. Но сегодня так не прокатит. А всему виной что? То, что я работал. Да-да, я только сегодня, ребят, со смены пришел. Немножечко покемарил, как говорится, и вот сел клепать видосики для вас. Ну что, я думаю, в первую очередь нам нужно здесь ликвидировать, наверное, все-таки Донателло, да? Давайте попробуем. Ага, пол хп сняли. А если вот так вот сделаем? Есть. Ну, я говорю, Леонардо классика, ребята, это имба, это сила. Поджарим немножко Стокмана. Ну, падает. Ну, смотрите, зато неплохо, ребята, отобрались за здоровье-то у него. Так, надо добивать. Ну, Стокман падает, и остается у нас здесь Рафаэль. Рафаэль фильм. Так, хорошо. А если мы сделаем космический Млеонардо? Нифига у нас не получилось, ребята. И добивает, как обычно, классика. Классика! Классика всегда рулит и везде. Ну что же, теперь мы с вами точно должны переместиться на Воин Две Звезды, как минимум. Ну, давай посмотрим. Убедимся в этом лично сами. Да, а позиция 76-я. Да, тяжело, мы с вами будем подниматься. Но ничего не поделаешь. Так, и я здесь выбираю... Вилл, Сергей и... Кто там? Назарена? Я думаю, что я возьму Серегу. Давайте-ка поделимся именно с ним. Это все-таки тезка. Какой тезка, елки-палки? Это... Земелья. Конечно же, земелья. Сергей, елки-палки. Я сомневаюсь, что где-то за бугром будет сережка там какой-то находиться. А здесь наш парнишка. Ну-ка, давайте попробуем. Так, у нас у ворот здесь есть. По крайней мере, на Микеланджело. Так. Бомбанули. Ну, я думаю, что Кирби мы должны, наверное, с вами ушатать. А ну-ка. Нет. Ты смотри-ка, не вышло ничего. Ну-ка, Микеланджело, давай. Замечательно. Ну, и что же, остается Хан у Судара. Ребят, ну, вы просто с удара положили. Да. Если, ребят, вам кажется, что я какой-то немножко там туго соображаю, еще не обращать внимание. Я просто проснулся только недавно, еще, как говорится, не пришел в себя. Могу где-то подтупливать и где-то немножко могу что-то не досмотреть. Или по ошибке сказать. Ну, что же. До сих пор мы еще с вами в Лиге Войнов. Две звезды. Ранг 29. Девятый. Да. Это не есть гуд. Ну, ладно. Бабанг беру, ребят. Пойдем на самого мощного. Это у нас Григорий. Ты понимаешь, это Гришка. Ах, Григорий, Григорий. Ну, ладно, хорошо. Давай я найду для тебя соответствующую команду. Я думаю, что вот эта вот команда моя должна будет здесь зарулить. Шенигами, Донателло и Рокстеди. Начнем, пожалуй, мы... Нет, давай-ка мы начнем с Макмана. Макман, вы знаете, он становится таунтом. А мне лишние проблемы здесь не нужны. Карайка, естественно, бросает кунаи. Фух, урона вообще никакого, ребят. Нету. Все, это кранты. Так, сейчас мы, наверное, с вами Кирби уложим. Ну-ка, проверим. Замечательно. Ну, и остается лишь Карайка. Давай, Карайка, пора тебе ложиться на земельку и отдыхать. Ха, вот и все. Замечательно. Ребят, мы с вами переходим, наверное, уже на следующую. Это у нас Войн Три Звезды должно быть. Я лично в этом должен убедиться. Да. Войн Три Звезды, 86-я позиция. Соответственно, мы, наверное, сегодня с вами дойдем, ну, может быть, до Самураев. При желании, я думаю, что это можно сделать. Так, опять Григорий. Ха-ха, Сашка, Григорий и Канат. Ладно. Нет, все-таки, ребят, я возьму Григория. Я буду с ним. У него просто больше бонусов, больше очков дается за выигрыш. А мне нужно как можно быстрее подниматься по лиге. Смотрите, какая здесь ситуация у нас. У нас здесь Маузера 23-го уровня. Ну, Три Золотые Звезды. Ладно, фиг с ним. Я рискну. Вы знаете, что 30-е уровни у меня самые неподготовленные к боям. И вот я начинаю сомневаться в них каждый раз, как только доходит до этого дела. Попробуем. Ага, понизили атаку. Но вы знаете, что хиллеру атака особо-то и не нужна. Будем дальше пробивать. Ага, заблокировали способность. Теперь давайте, я вот не знаю, стоит ли это делать. Фиг с ним, была не была. Я рискую, ребят. Я беру провокацию. И массовый удар от Донателло. Так. Секунду, секунду, ребята. Пока все терпимо еще, поверьте. Мне, блин, Маузеров вызывает. Бакстер, успокойся. Нам нужно... Добили мы Донателло. Теперь я хочу, наверное, ребят, расквитаться с Крисом. Все, Крис как будто здесь и не бывало. А дальше со Стопманом. Ну-ка, давай-ка кинем в него вот этого вот... Я не знаю, как это. Космический гриб. Или как его назвать? Так, заблокировали способность. Не надо. Не надо. Вот не надо делать суперудар. Блин. Ой-ой-ой-ой. Это очень, ребята, это очень плохо. Если мы сейчас его не пробьем... Я боюсь, мы с вами лишимся Донателло. И мы начинаем, как всегда, мазать. Так, понизили атаку. Е! Ух, пока все идеально идет. Ну, буквально чуть-чуть оставалось здоровье у Дони. Вы это, наверное, заметили, да? Но он выжил. Благодаря нашей сложенной команде он выжил. Так, 31-я позиция. Поэтому, ребят, давайте поднапрягемся маленечко и будем вырываться в топчик. Так, Ред, Сергей. Опять Сергей. Елки-палки. Ну, слушай, я, кстати, думаю, что... Да, а почему бы нет? Смотрите, у него здесь две бронзовые звезды. Ну, здесь-то тоже есть, но, по крайней мере, здесь нет золота, в отличие от этой вот, от Реда. Так что, вперед. 25-й, 26-й уровень врага. У нас, по-моему, тут 30-нички, да, зависают? Раз, два, три. Да, я думаю, вот этой командой мы с вами справимся. Причем, здесь Рафаэль у нас классический. Он умеет хиляться. Так что, хил есть. А у нас тут два хила. Я переживаю. У нас тут два хила, ребят. У нас Донателло тоже хилер. Не стоит об этом забывать. Так, массовая атака от Микеланджело Вражеского. Ну, теперь пора, по-моему, и нам повеселиться маленько. Хо-хо-хо-хо-хо-хоу. Добивочный, массовый, причем, удар от Леонарда. Классическая, классическая тактика. И, наверное, будем вот Микеланджело убивать. Нет, не получилось, к сожалению, ребят. О, нет, 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 нет. Ну, как же ты так, Айприл, а? Спокуха. Это что за выкрутасы, я не понял. Так, я не знаю, стоит ли нам... Нет, я думаю, пока не будем хиляться. Наверное. Я, выживем ли я? Нет, все-таки я потрачу. Потрачу, ребята, хил от Рафаэля. А хил от Донателло я, на всякий случай, приберегу. Погнали. Да елки-палки, Питт, ты такой слабак, а? Сколько я уже раз это говорил и лишний раз в этом убеждаюсь. Ну? Макман, ты на кого свои топотульки там поднимаешь, а? Ты хоть ноги-то мыл, е-мое. На, мусорщик. Не получил. Да, Леонардо его сделал. Ну что же, мы с вами продвигаемся дальше. Боев еще впереди достаточно много, но они, ребята, быстро очень пройдут у нас. Е-е-е! Наконец-то, наконец-то мы в элите. 79-я позиция. И мы с вами приступаем к дальнейшему разбору полетов. Так, Лизбет. Лизбет. Может быть, Элизабет? Нет, Лизбет все-таки. Абдул и Данк. Кого возьмем? Я думаю, что надо брать Абдулу. Возьмем его. Тут 29-е, 28-е левлы. А у нас с вами созревает... Ага, что у нас тут созревает? А у нас ничего не созревает, ребята. У нас все по-прежнему, как и всегда. Надо будет взять... Вот, давайте, Усаги возьмем. Это на всякий случай, потому что я больше уверен, что... Пульверизатор, да? Правильно я назвал. Будет здесь делать провокацию. Как пить, дать будет. Хм. Так, я забыл. Улучшает защиту. Вот, давай. Давай, конечно же, улучшим защиту. На 50% к тому же. Так, да еще и на троих повесили контратаку. Хо-хоу. Так. Кулды, кулды. Взять шанс реванш. Взять шанс реванш. Если союзник был таком. Понятно. Нам пока этого не надо. Возьмем на разбор, наверное, Криса. Слабо как-то. А если так? С шайбой. Ну? Да что ж такое-то? Так, это у нас... Это лечение. Давай тогда так бомбанем. Да елки-то-балки. Слушай, блин. Эйприл. Давай. Отлично. Это хорошо, ребят. Ну вот. Вот и доигрались. Блин. Я так и думал, что он возьмет провокацию на себя. Еще и маузеров вызывает, а. Ну-ка все дайте ему хорошеньких. Ха-ха-ха. Ё-моё. Вот это да. Вот это Усаги бомбанул. Вот это я понимаю. Просто взял и порвал. Че себе он бомбит? Усаги, ты просто крутыш какой-то здесь. Так, погоди-ка. А если вот так? Да ё-моё. Ну что вы не можете какого-то, я не знаю, за булдыгу завалить не могут. Ну давай. На-ка. Так. Крис. А ну-ка, если мы вот так сделаем. Хе-хе-хе. Я и говорил, что не буду этим пользоваться. Но пришлось, ребята. Погнали. Хопа. Ой, заблокировали способности все. Это отлично. Так. Контратака. Это надо быть аккуратным. Потому что здесь можно, ребята, поплатиться. Не взначай. Все. Все-таки мы здесь выиграли. И, честно говоря, благодаря нашему Усаги. Был бы здесь кто-нибудь другой. Поменьше, послабше. Я думаю, мы здесь бы слились. По полной программе. Ну что же. А мы с вами продолжаем. И мы перемещаемся на... Ого. Три шестая позиция. Ха. Выбираем-ка мы с вами, наверное... Да? Почему бы и нет? Имид. Имид. Ну, давай посмотрим, что это у нас за имид. 29-й максимальный уровень у этого игрока. Так. А мы с вами давайте будем делать немножко по-хитрому. Я возьму Пицелицева. Да. Четырехзвездочного. Золотого. Так что, поехали. Разомнем, пожалуй, мы с вами косточки. Начнем с меча. От Микеланджело. Постепенко повесилось. Отлично. Ага. Он мне в ответку. Ха. Но постепеночка-то, к сожалению, не повесилось у тебя, родной мой. Лови. Ой. Ребят, меткость. Урок, кстати, понижена меткость. Так, давай массовый удар сделаем. Шикарно. Ну что, все, ребята. Они у нас, как говорится, испеклись, голубчики. Вот здесь вот постепенко убьет. Крип, зачем ты это сделал? А, ребят, смотрите. Он снял с себя постепенно урон, поэтому давайте его пробивать. Что? Погоди-ка, погоди. О, щит, ребят, я не доглядел. Я не доглядел. Это была моя ошибка. Надо было захиляться. Но я не увидел, что у него очень мало здоровья. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так, а? Ну ладно. Нет дыма без огня, как говорится. А где дым, там у пожара. Где пожар, там и пожарники. А мы, как говорится, пожарники всегда на стрёме. Так что, ребята, будем бдить и в дальнейшем. Выиграли, конечно, но двух персонажей потеряли. Блин, печалька. Я на это не рассчитывал, если честно. Не двух, а одного персонажа мы потеряли. Так, ну ладно, девятая позиция. Фиг с ним. Поехали. Будем пробовать выбиваться дальше. Так, выбираем с максимальной... О, тёзка. Вот теперь, ребята, действительно тёзка. Алексей против Алексея. Поехали. Ну-кася. 29-й максимальный здесь уровень. А у нас раз-два. Ха-ха-ха. Возьмём вот так вот. И... Давай возьмём на всякий случай. Всё-таки мутагеноида. Прикроемся именно им. Понеслась, как говорится, душа в рай. А чё ты первый-то хочешь? Эй, родной мой. Ну-ка, получи-ка. Ох ты. Так, он берёт провокацию на себя. Хм. Не буду брать, ребят. Не буду. Я лучше... Вот так вот. Потихоньку. И этим тоже я брать не буду. Так, сделаем, пожалуй, защиту себе дополнительную. Можно было, конечно, массовую атаку сделать. Но почему-то я склоняюсь, что защита здесь нам лучше пригодится. А массовая атака у нас будет происходить от кого? Естественно, от мутагеноида. Хотя вот здесь тоже можно бомбануть. Ну-ка. Ну, слабо. Слабо прокачан скилл. Вау. Так, хиллер у нас есть? Нет, у нас здесь ни одного хиллера. Хм. Так. Потные ладошки. Поехали. Минус. Отлично. Вот теперь уже совсем другой разговор. Ай-яй-яй-яй-яй. Зачем я бью Бакстера, если у него, ребята, уклонение? Надо начинать вот, наверное... Плевок. Надо начинать, наверное, вот все-таки... Да-да, именно со стиранка. Но он тоже крепкий. Посмотри. Ой-ёй-ёй. А ну-ка, если так, ладушки сыграем. Но он все равно еще живой. Вот. Победили мы. Давай теперь будем Донантелло разбирать, потому что по нему повышенный урон был. Что задумался? Ага. Выпад. Бакстер там выеживается. Минус. Так, тихонько. Смотри, ребята, тут критично. Тут есть вероятность, что... Е-е-е-е. Фух. Я уже думал, сейчас все-таки мы с вами потеряем одного персонажа. Но нет. Все-таки все выжили. Это хорошо. Мы двигаемся с вами далее. Конечно, хотелось бы узнать, куда нас с вами переместят. Элита 2 звезды и 77-я позиция. А персонажей уже становится не так уж и много, как хотелось бы. И уровень врагов растет. Так. Бьерн. Тиси Билал. Что-то какой-то. И Якоб. Хорошо. Я, наверное, возьму... Хм. Давайте Бьерна возьмем. Мне почему-то кажется, что с ней будет немножко попроще. Так. Возьмем этих ребятулик. И одного какого-нибудь... Ну, давай, предположим, тигра. Я думаю, что тигра здесь будет достаточно. За глаза даже. Хотя в прошлый раз мы с вами тоже так думали, да? И... Немножко опростоволосились. Так. Ну, здесь замечательно. Начали мы неплохо. Смотрите. Ну, ёпростая. Ну, хорош хилять, а. Ну, у нас тоже есть хилы. Там разделенная кошка. Так что не стоит расстраиваться. А раньше времени. Давай бомбанем. Ммм. Плохо-плохо получилось. А если вот так вот? Блин, подожди. Это же уклонение, по-моему, да? А, нет. Это скорость. Скорость нам дает. Тогда будем просто обычными ударами добивать наших врагов. Хорош бросать свои сайи. А ну-ка, Джастин. Так, добили. Теперь муху. Минус. И остается лишь у нас Рафаэль. Все. Никого здесь больше нету. И мы, наверное, с вами, ребята, повысимся сейчас довольно прилично. Какая там? 76-я, да, была позиция? 77-я. И мы перепрыгиваем на 34-ю. То есть, это говорит о том, что мы с вами попадаем в элиту 3 звезды. Это уже после вот этого боя. Я еще, ребята, откатики не использовал. Я даже не знаю, стоит ли их трогать вообще сегодня или нет. Так. О, смотри-ка, ребят. No Name. Погнали, погнали. Именно с ним будем сегодня мы драться. Так, 32-е уровни. Выбираем вот этих красавцев. И одного супер-пупер крепыша. Это будет у меня железная голова. А почему железная голова? Потому что, ребята, с одного удара он просто здесь может положить всех. А удар у него один. Вот такой. Напоминает мне чем-то смертельную вертушку от Леонарда. Только Лео у нас выступает на более высоких уровнях, в отличие от железной головы. Ну и мы с вами переходим в элиту 3 звезды. 88-е место у нас. И мы с вами продолжаем эпопею. Так, надо брать нам с вами, скорее всего, хо-хоу. Вот этого. Так, это у нас кто? Заран. Ну, давай, Заран, подеремся с тобой. Наверное, уж так и быть. Ребят, персонажи у нас заканчиваются. Вот в чем вся большая и великая проблема у нас. Если они закончатся, мы, соответственно, с вами не сможем драться. Ну, а испытания, как вы знаете, мы с вами начинаем уже со следующего дня. Ну-ка, массовый удар. Размейка, Вьюна. Блин, я, честно говоря, думал, будет лучший результат. Минус Крис. Минус Рафаэль. Так, Лео минус или нет? Нет, не минус. Будет хилять. Ну, естественно. Он, конечно же, будет хилять. Так. Сюрикены. А если мы поджарим? Ну что, могу сказать, что здесь не победа еще пока. А вот теперь, да. Вот теперь все. Ну, давай. Идеальная победа. То есть, ни одного героя мы с вами не потеряли. Получаем бонус в полном объеме. И мутаген 760 штучек. Так, 52. Что-то как-то зами... Кстати, 531 у нас доллар. Соответственно, я смогу себе купить еще телепорты. А я их буду покупать, ребята. Они нам нужны. Ну что, 35-е, тут 32-е, 34-е, 38-е. Это уже что-то чересчур. Давай вот с этими ребятами подеремся. Это у нас кто? Это у нас Данилка. Ну что, Данил? Не обессудь. Но мне немножко придется тебя разобрать. Всего лишь капельку. Кого бы взять мне? Давай возьмем... Да, возьмем карайку. Возьмем карайку, змею. И будем наводить ужас ее криком на наших врагов. Поехали. Крик. Оу, там даже Донателло упало. Он не выдержал, ребята, этого визга. Ну... Так. Нет, это мы будем с вами потом проверять как-нибудь. На досуге. Пока у нас лига. Не стоит здесь вообще, ребята, рисковать и... Что-то тестировать или пробовать. Но... Е-е-е-е. Ха, добивочно, я думаю. Все. Куна Ичи справилась со своей поставленной задачей. То есть мы победили и проходим с вами далее. Ну-ка, на какое место нас сейчас бросят? Тридцатый. Дай тридцатый, пожалуйста, тридцатый. Ох ты, одиннадцатый. Я обожаю, когда я загадываю одно, а мы с вами попадаем совсем на другое. Тем более намного лучше. Так, Антошка, Тензела и Король. Король. Давай-ка я с Антошкой, наверное, в спарринг встану. Так, у него тридцать шест... Ребят, здесь уже можно вообще просто и здесь же проходить. Ну, тридцатый, тридцать пятый уровень. Я думаю, что мои сорок... Сороковые, сорок пятый уровни порвут просто в лохмоте его. Вот, понижаем защиту. Это для начала. И плюс некоторым даже и атаку понизили. И теперь пробивной от Шреддера. Смотри, половину здоровья снесли. И уничтожаем просто-напросто Бакстера Муху. Хе-хе-хе-хе. Ну, а дальше все, как говорится, по накатанной. Тут в кого не плюнет, тот упадет. Смотри. Они, ребята, просто слабы. У них пониженная защита и атака. О чем тут может быть разговор? При этом еще уровень на 9 левелов ниже нашего. Ну, изи катка, что-то могу сказать. Просто, знаете, как избиение какое-то было. А даже не драка. Тем не менее, мы с вами попадаем в Самурай. Одну звезду. Ведь так? Игра. Я ведь прав? Я ведь прав. 76-е место у нас. И еще мы можем с вами немножечко повоевать. Так, и выберу на этот раз я вот этих вот. Опять же, ноу-нейм. То есть, неизвестный игрочишка. А мы с вами возьмем... Погоди, кскуду. Раз, два, три. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Опять кто-то у нас, ребята, не попадает. Я даже знаю, кто. Это, по-моему, Кирби. Кирби не попал, да? Ладно. Пускай не расстраиваются. Вот когда он проапается, хорошенько. Когда он будет из себя что-то представлять в боях. Тогда, естественно, ребят, мы будем с вами его брать. Но в данный момент я не вижу в нем никакого приоритета. А вот маузеры доделают свое дело. Смотрите. Баум. Обожаю. Вот я больше всего люблю именно массовые атаки. Потому что они наносят массовый урон, да? И все падают. То есть, мы за два-три хода от массовых атак можем сразу с вами перейти к нужному нам левлу или к нужной миссии. Так, Лига Самураев, 42-я позиция. Поехали дальше. Так, выбираем. Смотрите, какая разница, да, ребят? Здесь вот 42-е, 40-е, 41-е уровни. А здесь 39-й, 41-е это максимальный. И бонусы одинаковые. Поехали тогда. Зачем нам куда-то там лезть, как говорится, на рожон, если мы можем с вами подраться со слабеньким персонажем? Да, извини меня, Кирби, ты сегодня как-то вот не... Погоди-ка. А как я вот... Ай-яй-яй-яй-яй. Как я мог... Секунду. Лео, ты уж извини, но, по-моему, придется нам кое-что здесь переиграть. Так, Рафаэль. Берем. Ребят, берем своих вот этих малышей. А-а-а-а, я даже всех не смогу взять. Хорошо, давай вот так вот попробуем. Но, по крайней мере, здесь у нас должно получиться два боя вместо одного. Берем провокацию, конечно же, на Рокзара и защиту. А уже потом начнем уже всех распинывать. Так, давай с Баксера начнем. Минус. Так, этот у нас Рокзар имеет иммунитет один ход. Так что переживать не стоит. Ай-яй-яй, Белочка, что ж такое-то? Что ж ты так? Хм. А если так мы сделаем? Ладно, давай ногти бросим. Когти. Отлично. Пробив мой от Криса. И остается у нас Микеланджело. Я думаю, что вот этим ударом мы его просто сейчас прикокошим. Ну-ка. Да? То есть еще, ребята, полноценный один бой у нас остается в копилочке. И это хорошо. Плюс ко всему у нас 7 откатов. То есть на следующую серию это будет у нас 13. 12 даже. 12, да, ребят. Но в Сегуны, конечно, мы с вами сегодня не поднимемся. Но в Самурай 2 звезды это, по-моему, должно быть стабильно. Так, Наталья, Марина и Шейн. Наталья или Марина? Наталья... Нет, я выберу, наверное, Марину все-таки. Раз. Так, два. Три. Ну, где там эти маленькие-то? Погоди. Опять что-то неправильно, да? Опять я что-то неправильно посчитал. Да, я думаю, и так справимся. Даже несмотря на то, что у нас четверо, конечно, немножко получим меньше бонусов, потому что здесь за каждого выигрышного персонажа дается бонус. Ну, что ж поделаешь. Зато от врагов 100% реворд. Так, бомбим. И они падают. Да, ребята, вот так вот. Ну, что же. Мы приближаемся с вами все ближе и ближе к Самурайам. Две звезды. А вообще-то мы уже даже и попадаем сюда. 87 место. Будем, наверное, с вами закругляться, ребята. Хотя, подожди секунду. У нас есть возможность купить. Да-да, вот я забираю. Так, 154 телепорта. Это уже хорошо. То есть, мы не будем с вами бегать, трястись. Где же, где же нам все это сделать? Где же нам добыть, чтобы мы могли проходить уровни? Все у нас, как говорится, на мази. Все хорошо. Ну, что, дорогие друзья. На этой ноте я буду завершать этот видосик. Обязательно увидимся в следующей серии. И пойдем уже с вами проходить испытания. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!